За реализацию майских указов Владимира Путина в Морел ответят конкретные министерства и ведомства. О воплощении в республике приоритетных национальных проектов говорили на днях в Ишкар-Але. На заседании правительства республики одним из основных стала тема нацпроектов. И не только. Представители органов власти обсудили также и то, как привлечь внимание Федерального центра к идеям, которые генерируются и воплощаются на местах. Практическая реализация майских указов главы государства по-прежнему остается приоритетной задачей для региональных властей. 12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создат для частной инициативы. Такие проекты, как здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, автодороги, рынок труда напрямую затрагивают абсолютно каждого жителя нашей республики. Надо добавить, что в августе этого года был принят указ главы Мориэл за номером 139, который определяет конкретные министерства и ведомства ответственными за практическую реализацию этих проектов в республике и за координацию действий с Федеральным центром. При этом очень важно, что называется, не ждать у моря погоды, а самим активно продвигать интересы республики во всех вышеперечисленных сферах. Исходные данные для финансирования предоставляют субъекты, в частности, наше соответствующее министерство. Что делается? Или мы сидим, ждем по остаточному тогда принципу, что останется, что другие субъекты не разберут, но, может быть, и нам чего-то останется. Так не пойдет. Пока я в качестве примера, ну с чем я знаком, с остальным вы меня должны ознакомить, активно, наиболее активно позицию занимает Министерство транспорта, но, пожалуй, на втором месте Министерство здравоохранения. Остальные молчат. Необходимо отметить и разную степень готовности самих федеральных министерств. Где-то работа уже в самом разгаре, а где-то пока формируются определяющие принципы совместной деятельности центра и регионов. Степень готовности и степень проработанности на федеральном уровне федеральных министерств, она несколько отличается. И, как вы справедливо заметили, если говорим про дорожную отрусль и про Министерство здравоохранения федерального уровня, там это уже достаточно высокая степень проработанности. И те предложения, которые направляли наши республиканские министерства, там уже рассмотрены и уже одобрены паспорта национальных проектов. Тем не менее, уповать на федералов и полностью отдать им инициативу будет в корне неправильно. Активная работа нескольких наших отраслевых министерств уже дает хорошие результаты. В частности, речь идет о строительстве дорог не только федерального, но и республиканского значения, а также автотрасс, соединяющих небольшие населенные пункты. Научному сообществу республики не понаслышке знаком термин «цифровая экономика» и пространство коллективной работы «Точка кипения», недавно открывшаяся Лишкороле, является лучшим тому подтверждением. Нельзя не упомянуть и проект «Комфортная городская среда», в котором сами граждане определили подлежащие благоустройству в этом году территории. Причем находятся они не только в столице, но и в Волжске, Казмедемьянске и Медведевском районе. А дальше проект будет расширяться. Поэтому необходимо не только не сбавлять обороты, но и наращивать их. Тогда я обращаюсь к первым заместителям. Пожалуйста, в своей курирующей зоне проверьте степень готовности и степень нашего присутствия с исполнителями в федеральном правительстве. Мы должны дать данные о наших потребностях. Какие мы данные по потребностям дадим, так и будут обоснованные данные. Я не говорю, что заниматься очковтирательством. Обоснованные данные. Какие данные мы представим, так и будет решен вопрос о финансовом наполнении национальных проектов. Всех 12 национальных проектов. Это персональная ответственность министров, прежде всего, за свой участок работы. Поэтому я обращаюсь к первым заместителям до конца недели предоставить мне данные, что все министерства в полном объеме, аргументированно представили наши потребности по 12 национальным проектам. Если все поставленные задачи будут выполнены, то помимо роста доходов населения и увеличения уровня жизни, республика в базовых отраслях экономики и прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе получит высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, развивающийся на основе современных технологий и обеспеченный высококвалифицированными кадрами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok